В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. И сегодня мы решили дать вам отдохнуть от криминальных сводок и подготовили к эфиру большой обзорный репортаж. В 2011 году Каз Президента Российской Федерации положил начало Общественным Советам в России. Правда, специалисты считают, что некой первоначальной платформой для их создания послужили комиссии по правам человека при президенте. Это новшество появилось благодаря еще Борису Ельцину в 2003-м. Так или иначе, но за последнее время возникло много различных общественных советов при правительстве, министерствах, ведомствах и т.д. Обыватели в первую очередь интересует главный вопрос – есть ли практическая польза от бесконечных заседаний и дискуссий? Узнаем на примере Общественного Совета при Следственном Комитете Следственного Управления Паризанской области. Взаимоотношение Следственного Комитета с гражданским обществом было актуально с момента создания ведомства. Поэтому сразу же после создания Следственного Управления Паризанской области был создан Общественный Совет. Они должны проносить прежде всего пользу, а не просто значиться на бумаге. Это, мне кажется, главная задача, чтобы быть функциональными, полезными для нашего общества, полезными для развития нашего государства. Простыми словами, совет – это контроль со стороны обычных граждан, среди которых есть ветераны системы, следственные работники, сотрудники правоохранительных органов, представители самых разных ниш – от здравоохранения до епархии. При Следственном Комитете Общественным Советом давно успешно руководит Евгений Владимирович Прысь. Человек, давно зарекомендовавший себя как хороший управленец, блестящий оратор и подкованный во многих областях специалист. Я считаю, что здесь и повезло, и очень удачно вот это вот такое сочетание, что представитель Совета Евгений Владимирович Прысь выходит из правоохранительной системы, ветеран этой системы. Причем он гуманитарный человек по образованию и по роду своей деятельности последней. Он возглавлял в последнее время до нынешней должности институт, так называемый внебюджетный институт в Академии ФСИН России, где обучались гражданские люди. Моя педагогическая практика, она связана не только со студентами-очниками. За очниками сложнее работать. Они менее концентрированы. Но есть еще одна категория. Это профессиональная категория людей, которая занимается профессиональной преподготовкой, повышением квалификации. Вот с ними еще сложнее. Это люди практики, это судьи, это эксперты, это судебные приставы, это руководители аппаратов. Они приходят в аудиторию на такие сборы, в большей степени пообщаться между собой. И надо заставить их слушать. И вот ты проявляешь все свои возможные и невозможные хитросплетения, педагогического мастерства, управленческого, психологического, для того, чтобы они сидели и слушали. Надо заинтересовать. Если разобраться на заседаниях общественного совета, задача председателя в чем-то схожа. Только здесь Евгений Прысь ведет своих коллег не к золотым медалям, а к успешной формуле взаимоотношений и, как факт, решению важных проблем. Мы не вмешиваемся в деятельность, в профессиональную деятельность следственного управления. Мы не вмешиваемся в кадровую систему, мы не вмешиваемся в другие внутренние дела, которые по своим функциональным обязанностям выполняют следственное управление. Наша задача, прежде всего, контакт с обществом, контакт с лицами, которые нам в этом смысле слова интересны, контакт с организациями, учреждениями, учебными заведениями, государственными органами, как субъектами федерации, так и, естественно, федеральных органов. Как или иначе, но выходя из конференц-залов, все они, включая председателя совета, становятся самыми обычными людьми, которые тоже болеют, а значит, обращаются в медицинские учреждения, устраивают детей в садике и школы. В своих маленьких внучках Евгений Владимирович не чает души, а потому, как и многие, считают одним из самых приоритетных вопросов в поиске пропавших или сбежавших из дома малышей. Первое заседание нашего общественного совета было сопряжено с работой с детьми. Общественный совет незамедлительно на эту проблему трагировал. Этот вопрос был ими изучен, вынесен на повестку дня. Мы его в течение двух-трех часов обсуждали. И действительно, они вынесли конкретные предложения о соединении усилий всех правоохранительных органов, общественных организаций, волонтеров. Все наслышаны по поводу девочек, которые пропали в Сасовском районе. Их искали и опробировали как раз на этом примере вот этот регламент взаимодействия, который был выработан на этом общественном совете. И все равно, по словам Евгения Владимировича, мы пока не можем работать с детьми так, как того требует сам ребенок. Речь о подростках, которые слишком взрослые, чтобы совершать преступления, но слишком маленькие, чтобы по закону за них отвечать. Со сложными ребятами, которые даже совершают общественно опасные деяния, до 14 лет работать более трудно, нежели со старшими. Почему-то укрепился стереотип, что неуправляемые подростки появляются исключительно в неблагополучных семьях. Отнюдь. Иногда слишком занятые, но состоятельные родители компенсируют отчую любовь денежными презентами. Результат хулиганы, которые думают, что за все можно откупиться. Необходимо лицом повернуться не только к государству, но и семьям, особенно тем семьям, которые очень серьезно заняты для того, чтобы исполнять свой гражданский долг на производстве. К сожалению, часто звучит на общественном совете и другая печальная тема – дети – жертвы преступлений. Евгений Прыс не устает повторять, что помимо горячей линии, которая успешно работает на базе следственного управления, нужно больше специализированных центров комплексной помощи в регионах. Прежде всего выезжает группа людей, которая заранее подготовленная, может и медицинскую помощь, может и психологическую помощь оказать, и, естественно, может и накормить. Разные случаи бывают. Да, бывают разные. И от криминальных сводок порой волосы дыбом. Излечение человеческих органов, детских органов. Есть случаи, когда девочек похищают для того, чтобы их использовать по своему назначению. Есть случаи, когда ребят берут просто в рабство для того, чтобы они работали, поскольку это дешевая дармовая сила. И есть случаи, когда похищают родителей, которые лишены родительских прав. Да, таких случаев очень мало, но они есть. Если взять по России, их достаточно много. Примеры, которые звучат на общественном совете, часто не для посторонних ушей. Как правило, в зале присутствуют представители ниш, нуждающихся в коррективах. Так вот и нужно решить, как помочь на разных уровнях без внедрения в законодательство. О председателе совета давно идет молва, что такой спуску не даст. Ни один не обсидится. Чтобы все заработали. И тот человек, который работал над этой темой, заработал еще больше. И вот тут у него рождаются уже мысли, а вот так нужно, это так нужно. То есть он уже включается. И начинают работать все. То есть на заседании общественного завета моя главная задача – заставить всех включиться в тему. И, естественно, заставить всех работать. И это получается практически всегда. Он действительно с душой относится к порученному делу. Он является инициатором многих вопросов. Ну, он тон задает в работе общественного совета. Поэтому ему от нас получаю благодарность. Я другого совета в рейтинге не знаю. Я лично не знаю, который бы так вот активно работал. У председателя общественного совета задача непростая. Абсолютно все понимают, о чем речь. Но встать и озвучить проблему – а значит дать импульс к ее решению способной единицы. Евгений Прысь как раз из таких. Буквально на одном из последних совещаний обсуждались, например, проблемы здравоохранения. Не секрет, что каждый пациент, который обращается за помощью в медицинское учреждение, испытывает двойственное чувство. С одной стороны, чувство глубокой веры в силу современной медицины и квалификацию лечащего врача. С другой – душу точит червячок сомнения, обойдется ли. И не стоит ли поддержать светило в белом халате денежным комплиментом. Евгений Владимирович уверен, отучать медиков от халатности и любви к чужим кошелькам нужно еще в университетах. И вот эти положения, которые мы разработали, они будут полезны изначально на этапе набора, кого мы берем для того, чтобы учить на врача, условно говоря, и какой выход. Другой пример – тюрьма. Вроде не место для выздоровления, но тем не менее для многих это единственная возможность оказаться в поле зрения здравоохранения. Правда, уже не гражданского. Вот Владимир Владимирович Махлейт и Евгений Владимирович Прысь поддержали эту идею. У нас есть такая дискуссионная площадка, мы вместе с советом проводим, с членами совета при уполномочии по правам человека, где рассматриваем межведомственные вопросы, вот в том числе и по больным. По больным подследствиям, по больным осужденным, и с участием суда, прокуратуры. И оказывается, вопрос не такой простой. Коррупция и вовсе явление феноменальное. Если уважающий правиловодитель или честный представитель малого бизнеса может годами работать, не передавая никому никаких конвертов, то рыба покрупнее зарабатывает по-другому. Только за первую половину 2015 года в России было возбуждено около 11,5 тысяч дел по обвинениям в коррупции. Суд направлено вдвое меньше. Ну я вам скажу, что это мелочь. Есть коррупция, которая сопряжена с выкрадыванием бюджетных, государственных, денежных средств, которые не доходят до объектов строительства, тех же мостов, тех же дорог, тех же домов, тех же учреждений, которые необходимы людям. Здесь, конечно, уровень коррупции значительный, выше. Нефть, газ, сланцы, лес, уголь и так далее. Пока взятки будут предлагать, от них мало кто откажется, какие бы суровые наказания за это не грозили. Но зачастую люди не в состоянии решить свои проблемы, не давая на лапу. Получается замкнутый круг. Задача общественного совета – найти в нем самое тонкое место, чтобы разорвать. Как председатель Евгений Прысь считает, что чистку рядов необходимо проводить, начиная с аппарата президента и заканчивая субъектом федерации. Здесь очень много, как говорится, упирается в кадры. Кто должен быть у руля, кто должен распоряжаться государственными средствами, кто должен стоять на той должности, которая позволяет устроить на работу, создать лучше, более благоприятные условия в медицинских учреждениях и так далее и тому подобное. Если выражаться аллегориями, сам Евгений Прысь – капитан бывалый. Еще ни один корабль под его управлением не избился с курса. Будь то выпуски курсантов и студентов, руководство вузом или общественная работа, без которой ни в юности, ни сейчас жизнь его не проходит. Что ни фотографии с семейного альбома, то непременно знаковое событие. Он много делал и делает в целом для Рязани. Мало кто знает, но уже в Рязани давно стало ноу-хау. Это прохождение девочек, курсантов, барабанщиц, участия в различных мероприятиях. А идея родилась у него. Евгений Прысь – человек, фонтанирующий идеями. Именно он когда-то создал знак ВАК и добился его тиражирования. Благодаря ему появился оркестр с участием Московского кадетского корпуса. Я думаю, что это тоже влияет на авторитет человека. На авторитет руководителя. Что это не просто узкий профи. Это как бы само собой разумеется. А что человек широко смотрит на эти проблемы. Мы сегодня нашли механизмы именно реализации тех рекомендаций, которые дает общественный совет. Надо, как говорится, взяться за работу и получится. Надо дойти до человека и получится. Но эта работа очень кропотливая. Это работа многогранная, я бы сказал, многоаспектная работа для того, чтобы в коллективе провести вот такую профилактическую, системную работу по предупреждению преступлений. Это и есть главные точки соприкосновения в работе Следственного комитета и Общественного совета. Чтобы оказать помощь, необходимо видеть картину, которая складывается вокруг профессиональной деятельности представителей отдельных структур и ведомств. И не менее важно правильно ее трактовать. За свои четкие принципы и достижения в различных областях Евгений Прысь не раз получал высокие награды, в том числе и правительственные, но никогда этим не апеллировал. Я никогда не выходил на аудиторию неподготовленным. Это табу. Ты должен чувствовать аудиторию, видеть ее до того, если этого не случается, ты еще не готов. Стало быть, тебе надо поработать. И, естественно, аудитория тебе благодарна. Всегда, всегда, всегда. Говорят, по окончании лекции Евгений Прысь часто срывал аплодисменты. На Общественном совете, разумеется, не до оваций. Люди серьезные и проблемы непростые. Будь то здоровье, преступность в рядах мигрантов или насилие над детьми. Иногда задачу можно решить уже тем, чтобы вовремя отреагировать на нее. А значит, ему снова, как председателю совета, придется приложить все силы, чтобы быть услышанным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова